Всем привет! Мы расскажем вам самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. На Поляне состоялось очередное судебное разбирательство. На этот раз битва была между Сашей Гозиас и Сашей Харитоновой. Адвокатами были Костя Иванов и Андрей Черкасов. Виновные признали Харитонову, это она спровоцировала Сашу Гозиас на конфликт. Во время суда вытащили наружу все грязное белье Гозиас и Харитоновой. Харитонова зачитала письма от знакомых Гозиас, в которых говорилось про разгульную жизнь Саши до проекта, о лишении ее родительских прав и о болезнях, полученных половым путем. Теперь в изоляторе сидят две девушки Марина Африкантова и Саша Харитонова. Последняя из них пока на сутки, но Ебаров обещал добавить еще, если будет плохо себя вести. Возможно, в изоляторе скоро окажется и Татьяна Владимировна. Марина Африкантова написала на нее заявление, в котором обвинила мать в том, что она очень безответственно относится к дочери. Она не посещает ее в изоляторе, не приносит еду. Андрея Чуева все чаще можно заметить под окнами изолятора. Он напевает серенадой Африкантовой. Иван Барзиков тоже ее не забывает, ухаживает за девушкой и постоянно приносит ей еду. Татьяна Владимировна публично заявила о том, что не подпустит Чуева к своей семье. И ради этого она даже готова отказаться от своей дочери и лишить ее права на квартиру. Отныне всю недвижимость, которую она когда-то переписала на Марину, Татьяна Владимировна отзывает и переписывает на одного из своих сыновей. И теперь, если Марина помирится с Андреем, он не сможет обобрать ее. Татьяна Владимировна считает, что Чуеву не хватает денег на строительство. И поэтому он сейчас ищет всевозможные способы, чтобы их найти. Стелла Мунасыпова, девушка Черкасова, рассказала о том, что Татьяна Владимировна обратилась к Андрею с непристойным предложением. Стелла пишет, я нахожусь в шоковом состоянии. Сегодня Татьяна Владимировна подошла на кухне к моему мужчине и шепнула на ушко о том, что готова его ублажить. На мою фразу о том, что это стыдно и позорно, она не нашла никаких аргументов. Начала цепляться за мою внешность и кричать о том, что Андрей на мне никогда не женится. Молодец, Татьяна продолжает веселить зрителей. Оля Райская поставила точку в отношениях с Димой Дмитренко. Она начала принимать ухаживание от новенького Сергея Зелинского. Но в глубине души Оля все-таки надеется, что Дима одумается и вернется к ней. Райская пишет, ребята, зачем мне нужен мужик, который гонится за рейтингами? Зачем мне мужик ведомый? Ксения Бородина поделилась своим видео, на котором она танцует с малышкой Теоной под песню «Женщина я не танцую». Ролик получился очень забавным. Мы на позитиве и вам хотим пожелать того же, написала Ксюша. Младшей дочке Ксении на днях исполнилось 6 месяцев. Поздравляем! А также Бородина продолжает интриговать подписчиков и намекать на новый роман. «Обними меня, мне это нужно! А другим скажем, что между нами дружба!» Подписала она первый снимок. Подписчики решили, что Бородина уже нашла себе новую любовь. Ирина Агибалова повторяет для своих подписчиков рубрику, в которой она рассказывает всю правду о том, как она когда-то преображалась. Чтобы люди поняли, почему она наряжается сейчас, постоянно фотографируется и любуется собой. 4,5 года назад она сделала неудачную операцию по круговой подтяжке лица и от результата была в шоке. У нее не слушалась бровь, затем случился сильнейший отек и чуть было не умер нерв. Агибалова благодарит продюсера Алексея Михайловского. Именно он помог найти хорошего врача и исправить уродство. Подписчики одобряют такие посты Агибаловой. Вы правильно поступаете, что пишете об этом. Вы молодец! На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки имеются в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.